С информационной картиной дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Алина Николаева. Здравствуйте! Вначале коротко о главных темах выпуска. Пациент платит дважды. Ветераны Ростовского аэропорта пожаловались в администрацию на ведомственную поликлинику. Каждое посещение оплачивается. Если там вот в других поликлиниках врач назначен, а на второй день приходишь, она плату не берет. Там наоборот. Решение за горожанами. В Ростове рассматриваются варианты художественного оформления подземного перехода на Шолохова. Мы хотим учесть все пожелания и мнения общественности. То, что касается художественного оформления данного перехода. Бесплатный транспорт для пожилых и инвалидов. Социальному такси в Ростове уже не хватает волонтеров. У меня сейчас большие проблемы. Я очень тяжело захожу и в маршрутное такси, и в автобус. То есть меня затаскивают. И вот, да, очень высокие ступеньки. Ветераны Ростовского аэропорта пожаловались в администрацию на ведомственную поликлинику. Несколько лет назад по неизвестной причине медицинское обслуживание там стало платным. Инвалидам и пожилым людям приходится преодолевать долгий путь, скитаясь по другим учреждениям здравоохранения. В ситуации разбиралась Виктория Щетинина. Местом встречи ветеранов и властей города стала нейтральная территория – поликлиника номер один. Сюда, на Сержантово-3, приходится приезжать пожилым людям за медицинской помощью из отдаленных районов. Раньше они обслуживались в ведомственном медучреждении на Шолухово, но теперь это стало не по карману. Каждое посещение оплачивается. Если там вот в других поликлиниках врач назначен, а на второй день приходишь, она плату не берет. Там наоборот. Отчаявшись, председатель Совета ветеранов аэропорта Вера Шумелина написала письмо в администрацию города. Ведь среди ее бывших коллег много тех, кто уже не в состоянии передвигаться. А чтобы попасть к врачу первой поликлиники, иной раз приходится занимать очередь с рассветом. Лет 7 мы нигде не можем сюда приходить. Вы видите, какое обращение к самому персоналу. Я не могу сказать, не жалуюсь. Но они не успевают нас обслуживать. А в аэропорту поликлиника свободная, физиотерапия есть, все удобства есть, но нас там не принимают. Люди не будут ездить. Вы представляете, два транспорта. Бабка старая, она залезет в транспорт. Ей надо раз, а потом выйти, опять сесть. Сюда прийти и вот такая очередь. О толпах в коридорах главврач знает, но пациентов слишком много. Поликлиника не рассчитана на такой поток пациентов. Строятся новые дома. И вот сегодня главный врач высказывает опасения о том, что увеличение нагрузки может привести к тому, что в дальнейшем поликлиника не сможет оказывать качественные услуги. Поэтому это тема, которую мы сейчас будем изучать и находить варианты. Если поликлиника аэропорта возобновит прием ветеранов, здесь нагрузка значительно снизится. Но пока ведомственное учреждение не работает в системе обязательного медицинского страхования, все услуги там будут платными. Это нужно решение собственника, чтобы они до 1 сентября вошли в реестр, который могут работать в системе ОМС. И тогда в таком случае выделяются объемы, и они могут работать. Лет 5 назад они работали в этой системе, но им, видимо, стало невыгодно, потому что это дешевле, и они отказались от работы в системе. Первый заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов признается, что даже не знал о существующей проблеме. Он пообещал, что в ближайшее время власти города найдут решение. В строящемся подземном переходе на Шолохово предлагается установить съемные экраны с фотографиями Великой Отечественной войны. При этом изображение можно будет менять в зависимости от праздников и событий, происходящих в Ростове. Размер сменных панно по обе стороны тоннеля составит 1,5 на 2,5 метра. О такой идее журналистам рассказал заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству. Как отметил Евгений Лебедев, среди возможных вариантов рассматривается и традиционное художественное оформление из керамической плитки. Окончательное решение, с учетом мнения ветеранов и других ростовчан, власти примут через неделю. Начинаются уже отделочные работы по Северному порталу. Мы были и на Южном портале. В ближайшее время там будет установлен лестничный марш для перекрытия. Пешеходный переход должны открыть к 9 мая. По расчетам специалистов он поможет значительно разгрузить движение машин в районе пригородного автовокзала. Добавлю, в ближайшее время планируется строительство и других подземных переходов вокруг Октябрьской площади. Также рассматриваются варианты пешеходников на проспекте Нагибина и площади Гагарина. Временный детский сад, школа и комната отдыха. Все эти функции теперь выполняет главный ЖД вокзал. Ежедневно туда приезжают украинские беженцы, многие семьи с маленькими детьми. Пока люди ждут свои отправки в другие регионы страны, молодые общественники делают все, чтобы часы, а порой и дни пребывания здесь стали комфортнее, рассказывает Наталья Бешкарева. Ну, здесь вот, значит, мост, вот, и на нем там стоит дом, тут забор, дерево, здесь небольшой пруд, тут тропинка, здесь песок и озеро. Они только привыкают к тишине и покою, потому рисунки многих детей все еще в мрачных серых тонах, поясняют волонтеры. Ежедневно под их присмотром на ЖД вокзале три-четыре десятка малышей. К нам идут волонтеры, добрые люди, которые приносят игрушки, подарки, пазлы и какие-то сувениры для ребят, сладкие подарки. Это очень ценно для них и очень важно. Родители приходят, фотографируют и говорят, что мы будем отправлять в Украину вот эти снимки, говорить о том, что в России действительно принимают по-доброму и заботятся о тех, кто оказался в такой ситуации. Здесь и школа, и детский сад одновременно. Добровольцы специально закупили констовары, игры и книги. Каждый день активисты придумывают новые развлечения, чтобы дети поскорее забыли о том, как вместе с родителями бежали из-под обстрелов, оставляя полуразрушенные дома. Обо всех ужасах войны малыши забывают гораздо быстрее взрослых. Ирина вместе с семьей дочери живет на Ростовском железнодорожном вокзале уже несколько дней. Ждут своего отправления в Волгоград, чтобы продолжить работу по профессии на металлургическом заводе. Говорит, несмотря на временные неудобства, сейчас здесь лучше, чем дома. По сравнению с тем, что было, откуда мы уехали, это течь быть можно. Главное, чтобы вот эти взрывы, вот эти состаряды не падали нам на однако, которые мы там боялись, не то что ежеминутно, не знаешь откуда и как и где. Но не только поэтому Миша вместе с родителями уехал из Луганска. В свои 12 лет он уже понимает, жить в разбитом городе, где нет работы, просто невозможно. Мы ищем профессию здесь, потому что там нет работы, не дают денег. И мы приехали сюда, мы думаем теперь, куда ехать. Сколько еще времени пункт временного пребывания украинских беженцев будет работать, на вокзале волонтеры не знают, потому каждый день ждут помощи от неравнодушных ростовчан. Наталья Бешкарева, Алина М, Максим Шапошников, Южный регион, Инфо. В Ростове полноценно заработало социальное такси. Абсолютно бесплатно волонтеры возят пожилых людей и инвалидов. Как оказалось, услуга настолько популярна в городе, что даже полсотни машин на всех желающих не хватает. А бригаде тех, кто неравнодушен к чужой беде, сюжет Анны Глебовой. Для социального такси каждый пассажир – вип-клиент. Задача водителя не просто доставить к месту назначения, но и при необходимости спустить с лестницы коляску, довезти человека до машины и помочь при посадке. Проект стартовал еще летом, но тогда автопарк насчитывал около 10 такси. Сейчас в штате полсотни волонтеров. Стали поступать пожертвования от неравнодушных людей. На эти пожертвования мы сейчас закупаем талоны на бензин. И те добровольцы, у которых туго с бензином, мы за три выполненных заказа даем талон на 10 литров бензина. Услуга бесплатная. Однако воспользоваться ею смогут только те, кто действительно нуждается в помощи. Маршрут Натальи Шкрябиной сегодня – дом, больница и обратно. До появления социального такси даже такая жизненно необходимая поездка была невозможна. У меня сейчас большие проблемы. Я очень тяжело захожу и в маршрутное такси, и в автобус. То есть меня затаскивают. В высокие ступеньки. Да, очень высокие ступеньки. Она признается, обычное такси для семьи обошлось бы слишком дорого. А теперь женщина планирует визиты в театр и библиотеку. Волонтерам она благодарна не только за поездку, но и за внимание и доброту. Очень приятный молодой человек. И служба организована очень хорошо. Обращаемся к состоятельным людям, чтобы помогали вашему фонду. Ну, я не знаю, или деньги перечисляли, или заправляли. Вот все равно же это денег стоит. А то, что вы делаете, это дорогого стоит. Для заказа машины волонтеры открыли свою горячую линию. Звонить просят за целую неделю до поездки. Ведь 50 водителей все равно не хватает. Потому поиск таксистов-добровольцев в городе продолжается. Анна Глебова, Анна Степанова, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Танец живота, хип-хоп и танго. На одной сцене в Ростове началась борьба за титул лучшего танцора региона. Участники сражаются не только за призы, но и за возможность продемонстрировать свой талант на большой сцене в Москве. Чем южане поразили столичных профессионалов, выяснили наши корреспонденты. Совсем недавно стартовал новый уникальный проект «Танцы в Ростове», организатором которого является ресторан «Амбар». Участие в нем могут принять самые талантливые танцоры Юга. «Танцы в Ростове» – это сцена, где каждый перспективный артист может стать настоящей звездой танцпола. У нас есть в Ростове чемпионы мира, чемпионы Европы по различным танцевальным направлениям. И очень здорово, что в нашем городе проходит такое мероприятие. И сегодня и еще несколько туров мы будем смотреть на самых талантливых танцоров нашего города. Первый этап прошел в четверг. Уже тогда жюри были покорены мастерством наших звезд. Перед выходом на сцену волновался каждый, ведь в жюри такие мастера. Судейской коллеги и многократный призер Европы по хип-хопу Алексей Швыткой и финалистки шоу «Танцы» – сестры Михаилец. Будущие звезды танцпола смогли взять волю в кулак и показать свои способности на все сто. Очень неожиданно, что Ростов так поддержал вообще проект «Танцы». Нам очень приятно, что именно в Ростове проходит такой конкурс. Я думаю, что ни в одном городе так не поддерживали своих же. Самые юные звездочки Жанна Понарина и Кристина Кулакова представляют направление модерн. Философский танец на тему борьбы добра со злом обстановку накалил до слез. Я просто весь этот танец, я его полностью пережила. Из многочисленных номеров в следующий этап прошли восемь. Уже первый отборочный тур показал, что у проекта большое будущее. Как далее будет развиваться этот проект в ресторане «Амбар» будем следить вместе с вами. И расскажем об этом в наших следующих выпусках. Следите за новостями на нашем портале rostovlife.ru А также делитесь информацией о событиях по телефонной редакции. На этом пока все. До встречи.